Здравствуйте! А ну, тихо, все замерли, я пью чай. Ну а теперь можно начинать. Здравствуйте, с вами подкаст Кройкаст номер 59. Этот романьонец вещает из своей комнаты, и я вас категорически приветствую. Давно не слышались, не виделись, не разговаривали, и я решил для вас записать подкаст на вдохновление после того, как я вернулся с Карелии. Даже получилось в рифму. Ну а если вы слушаете этот подкаст на ютубе, то помните, что в описании есть ссылка на мой телеграм-канал, можете подписаться. Там иногда выходят интересные посты, плюс эти же подкасты можно послушать в самом телеграме, туда я это всегда высылаю. Это, мне кажется, удобнее, если вы не платите за ютуб премиум, потому что можно слушать на фоне. Но нужно слушать внимательно, запомните, внимательно слушайте мои подкасты, ведь вдруг это вас спасет. Ладно, очень звучит пафосно. Начинаем. Как же сложно в последнее время выбирать какую-то тему для разбора, потому что мир настолько быстро меняется, что различные тематики, о которых я раньше говорил, вообще не имеют значения сейчас, потому что игра со знанием заканчивается, можно умереть, точнее вариантов для смерти становится все больше и больше, и мне кажется, остается только логос Мишимы, либо какие-то вот такие вот логосы войны, так что читайте различных послевоенных писателей, авторов. Мне кажется, это вам может помочь как-то справляться со всеми сложностями, которые выпадают на нашу душеньку сейчас. Это, наверное, совет, конечно, такой элитарный, богемный, школьникам подойдет, которым не нужно работать, а если вам еще и нужно работать, пахать, чтобы купить себе сосиски с гречкой, то, возможно, вам и не до книжек. Хотя я в свое время умудрялся все равно развиваться в этом направлении, даже когда работал грузчиком по 10 часов в день. Так как этот подкаст выходит в конце ноября, хочется напомнить, что челлендж «Недрачабль» подошел к концу. Мне очень интересно, сколько из вас смогли продержаться целый месяц хотя бы. И напоминаю, если вы не могли перестать смотреть именно порнографию, мы сейчас именно про порнографию давайте поговорим, то у вас точно есть порнозависимость. Потому что это никак не связано с тем, что вы заряженный, там, не знаю, школьник на тестостероне и сперматоксикозе. Нет. Это связано с тем, что ваш мозг, сознание зависит эмоционально в первую очередь от пикселей, которые изображают половой акт в различных непонятных формах, которые чаще всего не связаны с реальностью. Это проблема. Напоминаю, поэтому если вы все-таки ломались по порнографии, то удачи вам, пацаны. Смотрите мои старые видео, от этого нужно отрекаться. И знаете, для многих людей, наверное, это все же до сих пор является какой-то панацеей, волшебной таблеткой от всех бед. Но сейчас я, наверное, попытаюсь вам логически, структурно объяснить, почему от зависимости отказываться нужно. Раньше я использовал диалектику Гегеля, господина раб. То есть раб не может отказаться от чего-то, не может сделать выбор, потому что ему это неприятно, потому что это может быть риск для жизни. И мне кажется, с зависимостями это в той или иной стадии работает. Все-таки господин раб, наверное, это все-таки диалектика между людьми. То есть раб никогда не сможет восстать против своего господина. Знаете, это как диалог в фильме «Джанго освобожденный» Тарантино, где был вот этот старый черный человек. Не будем использовать букву «Н», мы же с вами толерантные люди. Так вот, этот черный старик все равно служил своему белому господину, несмотря ни на что, и у него был шанс его убить, когда он брил ему бороду. Вот этим лезвием старым, знаете, когда вот реально по-мужски это выглядит, когда ты вот так вот берешь себе и бреешь бороду вот этим одним длинным лезвием. Это такое бритье длинных ножей, как ночь длинных ножей, только против своей бороды ты выступаешь. И вот так вот бреешь, бреешь. Короче, выглядит круто. И раньше вот так вот черные брили своих господинов белых. И тут заключается вопрос, почему они просто не подняли бунт и не перерезали тому же господину горло. И вот это, наверное, и есть та самая диалектика «раба и господина». Потому что раб все-таки, несмотря на весь дискомфорт, несмотря на все сложности, не может жить без своего господина. И для вас зависимость – это тот же самый господин. Когда его нет, у вас начинается ломка, вам становится нехорошо, флетлайн, вас трясет, и вы начинаете уже у себя в голове придумывать причины, почему на самом деле этим нужно заниматься, это все вы надумали, и все хорошо. Но не забывайте, что если вас это тревожит, то, скорее всего, вам хотя бы повезло понять, дистанцироваться от себя на такую дистанцию, чтобы увидеть, где вы поступаете неправильно. Это на подсознании все-таки, мне кажется, проявляется, поэтому совесть начинает играть после каждого срыва и тому подобное. И вот мы подходим к моему другому объяснению, почему этим нужно заниматься, нужно воздерживаться, и не только от порнографии, а от любой зависимости, которая причиняет вам разрушительный эффект. В общем, у нас есть интеллект, это знание. То есть интеллект равно знание. Эти знания, которые мы получаем с помощью эмпирического опыта, теории, ну, лучше все-таки, наверное, эмпирическим опытом, чтобы точно понимать, как оно работает, если есть такая возможность, мы потом используем в своей жизни. То есть интеллект, он постоянно что-то сканирует, работает формальная логика, вы вот эти вот все точечки соединяете и пытаетесь свою жизнь сделать более осмысленной, безопасной в каком-то плане, где ваш интеллект понимает, что, в принципе, можно рисковать, чтобы стать лучше, вы рискуете. В общем, наверное, очень все банально и понятно. И второй фактор, который в нас заложен, это воля. Воля равно выбор, способность выбирать. И вот, вы своим знанием понимаете, что выбор нужно сделать в том ключе, чтобы не податься зависимости, потому что в будущем вам будет от этого лучше. Получается, отложенное наслаждение. Вы отлаживаете то самое наслаждение, оно будет другое, оно достанется гораздо сложнее, нужно подождать, но от этого вам будет гораздо лучше со стороны вот этой самой формальной логики, со стороны всех этих точек, которые вы соединяете. И, в принципе, волю нужно тренировать для того, чтобы быть не только свободным, но также и способность выбирать. Я знаю, что это бред, потому что свобода и выбор – это одно и то же. Вот, в общем, просто поймите, что волю нужно тренировать. Так же, как и мышцы, так же, как и интеллект. Воля тренируется с помощью, с какой-то стороны, аскетизма. Опять же, аскетизм в нашем обществе может восприниматься очень неправильно, потому что кто-то становится аскетом, потому что у него как раз-таки нет выбора, кроме того, чтобы стать аскетом. То есть, у него нет денег, у него нет возможности зарабатывать, ему никто не дает из девушек, он не может, в принципе, наслаждаться вот этими всеми, в кавычках, грехами. И вот он говорит, я аскет, поэтому я другой, не такой. Это просто обычный маргинал, который, в принципе, очень сильно асоциальный, у него много демонов внутри, и такие люди, на самом деле, очень опасны. Они суперопасны. Ведь люди, которые вот не могут как-то проявлять свою какую-то другую сторону и постоянно сетуют за добро, как у них появится возможность как раз-таки к этим грехам присоединиться, а не присоединяться в ту же самую секунду. И если у вас, друг, есть какая-то идеология совместная, и человек к вам присоединился только потому, что он находился в яме, а не из-за того, что он сознательно выбрал эту идеологию и дружбу с вами, например, то он отваливается в самый неподходящий момент, и все начинает идти в очень негативное русло. От этого нужно всегда отталкиваться, на самом деле, мои друзья-подписчики. Помните, что человек поломанный, человек, который находится в очень плачевном состоянии, не обязательно хороший человек, и не обязательно, что он в итоге будет благодарен вам за то, что вы ему помогли. Просто такое вот отступление от всего. В общем, выбор, он только есть, когда у вас он есть, да? Как же сегодня я хорошо предложение строю. Но вы меня поняли. Человек, который воздерживается, к примеру, от похоти и от девушек, должен иметь такие варианты, что он может пойти и позаниматься сексом с девушкой, но также и не может. Если у вас нету доступа к девушкам, и вы говорите, ну я просто воздерживаю себя с кет, то понятно, что у вас-то в принципе другого выбора нет. Но так вот это можно сказать простыми словами. То же самое с деньгами. То же самое с какими-то другими вещами. Я вот, например, это уже рассказывал много раз, но это вот с Америкой, пример. Я много-много раз говорил всем моим друзьям, как мне там не нравится, что там другой менталитет, другие люди. Но при этом я там оставался жить, при этом я там работал и строил свою жизнь в Америке. И потом я понял, что я на самом деле лицемерю, так делать не стоит. И в итоге вы знаете, чем все закончилось. Закончилось ШИЗО, и сейчас я с вами попиваю чай в Санкт-Петербурге, в своей комнатке сейчас, кстати, насчет чая. И вот как раз-таки самая, наверное, легкая тренировка вашей воли это борьба с порно. Да, сама зависимость очень коварная, но порно вы можете всегда посмотреть. У вас всегда есть такая возможность, такой выбор возможен, опция присутствует. Но также присутствует опция не посмотреть порнографию. И вот это такой вот начальный тренажер для укрепления вашей воли, потому что дальше будет еще сложнее. Вы будете погружаться в этот ад, на самом деле, как в божественной комедии Данте, да? Вы будете все-таки все дальше и дальше бороться. И на самом деле воздержание, я сейчас думаю как раз-таки сделать видео такое короткое на эту тему. Воздержание – это билет в ад, в который нужно погрузиться для того, чтобы пересобрать себя. И знаете, у древних греков еще было такое слово, сейчас его, правда, чаще всего используют для людей, которые сконвертились в религиозных фанатиков. Кто знает, может, я таким стану, да? В последнее время я часто вам за религию загоняю, хотя для некоторых людей почему-то до сих пор непонятно, что религия для меня – это в первую очередь антропоморфические такие вещи нашего сознания, проекция для того, чтобы себя дистанцировать, опять же, от мира и понять, где хорошо, где плохо. То есть это игра нашего сознания, и мне нравится использовать такие термины, как демон, бесовщина, ад, рай. То есть ад – это, в принципе, архетип страдания, это в первую очередь синоним страданию. Как люди говорят, я побывал в аду. Вот, сейчас, к сожалению, люди получают билеты в ад некоторые, да? Ну, сейчас вроде бы не получают, но получали недавно. Надеюсь, вы понимаете, о чем я говорю. Короче, есть такое слово, называется метаноя. Метаноя – это как раз-таки путь, через который человеческий разум трансформируется, и на выходе он становится другим человеком, более, не то что порядочным, хотел сказать, что у него появляется порядок внутри стержень, вот. Но он просто переосмысляет многие вещи, и в идеальном исходе ему становится от этого лучше. Не знаю, дошел ли я до этого, наверное, еще нет, ведь я сам до сих пор записываю подкасты, я веду YouTube, мне кажется, когда все станет хорошо, возможно, я даже это все заброшу. Как вы знаете, вы для меня, YouTube – это инструмент, который я использую на своем приключении. Я очень рад, что у меня есть такие вот двачеры, и нормальные люди тоже, которые меня иногда слушают. Думаю, что можно закрыть эту тему теперь, к ней мы еще вернемся, я сделаю видео, которое будет называться «Билет в ад», я уже, в принципе, концепцию в голове своей знаю, поэтому посмотрите, еще раз закрепите вот такие вот философские знания. Недавно я ездил в Сартовалу, Республика Карелия, для того, чтобы отдохнуть, и мой выбор был сделан в эту сторону, потому что я хотел полностью отключиться от интернета. Ни для кого не секрет, что сейчас постоянно происходят какие-то события, за которыми хочется следить, чтобы не пропустить что-то уж очень важное, если раньше действительно я мог бы сказать, ну, зачем за этим всем следить, все равно ничего такого масштабного не происходит. Сейчас все-таки вероятность есть. Ты не знаешь, проснешься ли ты завтра без новости о том, что началась полная масштабная дискотека, да, техновечеринка, рейв перед приходом. Хотя даже с этой позиции не уверен, что стоит за этим всем следить, но все же. Я приехал в город Сартовало, там сразу же ощущается полная такая вот бездна, тем более зимой, потому что это туристический город, туда обычно вот люди с Питера приезжают, с Москвы для того, чтобы отдохнуть. Они, скорее всего, дальше еще едут к Петрозаводску, там есть озеро Ладуга, вот эти все заигрывания с финской культурой. Там, кстати, люди даже по своему какому-то фенотипу выглядят чуть-чуть по-другому, не как люди, например, с юга, то есть ты видишь по черепу, по глазам, что они уже больше на финнов похожи. Ну, это такая, знаете, стереотипная, если брать общую внешность, финского чулевека. Отдохнул я очень скромно, я арендовал обычную квартиру в Хрущевке. Очень забавно, кстати говоря, на этих бывших землях финнов и шведов видите вот эти советские постройки, потому что вначале там были здания западной архитектуры, а потом появились советские постройки, и вот этот вот микс всего, вот этот настоящий русский эксперимент, это действительно шиза на самом-то деле, когда нету какого-то единого очерка, идеологии, это шиза, честно говоря, когда все фрагментировано, это нехорошо заканчивается, об этом как раз таки будет мой ролик, одна из самых главных тем, которая будет освещена к ролику к четырем годам моего канала, не уверен, успею я или нет прям в дату-дату, потому что до сих пор еще все пишется, но посмотрим, не надеюсь, вам понравится, потому что тема достаточно серьезная, я считаю, и как раз таки будет очень сильно резонировать с тем, что происходит сейчас, в общем, сам город очень провинциальный сейчас, зимой ощущается как минимум обычный провинциальный город, там много бабушек, дедушек, которые находятся вот в этом лимбо, которые застряли как раз таки в советском времени, а сейчас совершенно другое время, больше не работает все так, как они ожидают, но живут они по лекалиям, на которых выросли, к сожалению, в этом возрасте, там, пост сорокалетие сложно перестроиться, на самом деле, есть люди, которые гибкие, которые легко адаптируются, но для большинства это очень сложно, на самом деле, это огромный психологический урон, вот когда вы думаете, почему они так себя ведут, почему они хамят, почему они очень напряженные, у них огромная психологическая травма, на мой взгляд, это люди, которые уже в глазах имеют солнце мертвых, кстати говоря, книгу, которую я с собой брал туда в путешествие для прочтения, я ее всю прочел, это Иван Шмелев, солнце мертвых, интересная такая вот проза про Крымскую Русь во время гражданской войны, когда воевали красные и белые, не совсем на самом деле мне прям понравилась книга, потому что мне кажется, это очень такая идеалистическая, творческая описанина, но конечно же, что еще можно ожидать от творческих авторов, это всегда где-то несостыковки, но как набор мыслей очень хорошо, классно, на один-два раза можно даже взять себе и почитать. С тем, что я видел в городе Сартовало, сходилось на самом-то деле, сходилось и страшно осознавать, что это может произойти снова, действительно страшно на самом-то деле. Но я все это читаю для того, чтобы подготовить себя, в первую очередь морально, к тому, что может произойти в ближайшее время, ведь как человек, который прожил в Америке, я пытаюсь все рационализировать, подходить с разумом, и у меня вот этот детектор, анализация всего наперед работает постоянно, то есть у меня всегда есть какие-то занычки, планы, если что-то произойдет, чтобы не оказаться снова в дыре, в яме, ведь я уже в ней когда-то был, как вы знаете, и выбираться оттуда снова не хотелось бы, в этот самый ад погружаться, в который нужно всем погрузиться один раз, не хочется возвращаться туда второй, третий, четвертый раз, то есть не совсем меня это вдохновляет, но посмотрим, надо быть готовым ко всему, в общем, печально с одной стороны наблюдать за бабушками и дедушками, которые лазают по помойкам, пытаются выживать, с другой стороны, как мне, боярину с Питера, понравилось, понравилось, потому что тихо, спокойно, можно действительно сфокусироваться в первую очередь на себе, найти вот это умиротворение, и знаете, вот почему я полностью еще отключился от интернета, тишина и молчание, тишина и молчание это то, что сейчас не ценится людьми, потому что думаю, что вы со мной согласитесь, что даже этот подкаст, возможно, вы слушаете на фоне для того, чтобы не было тишины в комнате, в квартире, ведь тишина сейчас вызывает огромную тревогу, вот у меня такое точно есть, не то, что огромную тревогу, но некомфортно, некомфортно становится, когда где-то что-то там не бормычет на фоне, кто-то что-то не говорит, постоянно хочется либо музыку, либо различные интеллектуальные разговоры услышать где-то там, вдалеке, и когда я только приехал, я отключился от всего интернета, ну как заселился, потому что мне интернет нужен был для того, чтобы связаться с женщиной совита, потом я все отключил, и первое время, первая ночь действительно была очень для меня непривычная, то есть новая квартира, четыре стены, за окном ничего не происходит, ходят там какие-то дети, студенты, и бабушки с дедушками, и в 12 часов, в час ночи, потому что я заснуть не мог, и до трех ночи я постоянно смотрел там куда-нибудь в окно, пытался чем-то заняться, читал книгу, но после того, как проходит эта тревога, ты привыкаешь, и тебе становится действительно хорошо, даже как-то ощущается, как будто тебе снова лет 14, когда ты можешь как-то начать использовать свою креативную вот эту мощь сознания, придумывать какие-то новые идеи, и потом возможно их воплотить, и вот этот детокс я всем рекомендую, если у вас есть такая возможность отключиться от интернета на какое-то время, это очень помогает, в доказательство этому могу еще привести примеры таких людей, это, наверное, будет звучать не очень, возможно будет казаться как агитация, но я знаю людей, которые уходят в армейку, либо уходят сейчас в гигачат армейку, и им хорошо только от того, что они находятся в коллективе, и у них нету доступа к интернету постоянного, то есть они постоянно чем-то заняты, но не виртуальными делами, и у них понижается уровень вот этой меланхоличности бессмысленной, депрессии, понимаете, хотя, если так подумать, с точки зрения комфорта, ну извините, там вы можете умереть, находясь в этом нелогичном аду, то есть там требуется один пук, чтобы вас не было, просто вот сидели где-нибудь, у вас больше нету, но интернет, не говорю, что интернет хуже, чем все, что происходит, но все-таки знаете, та философия, которая гласит, что если вы хотите что-то действительно выучить, вы должны разлогиниться из интернета, выйти в оффлайн, пойти в библиотеку и взять кучу книг, она еще до сих пор для меня работает, действительно, чтобы я такое вот масштабное выучил из интернета, можно пересчитать по пальцам одной руки, вот, где-то, наверное, начинающие знания, я бы сказал, что из-за того, что интернет это продукт клипового сознания, в первую очередь, клипового мышления, то есть на любой вопрос вам ответ, интернет сразу дает ответ, без какой-то логики, которая происходит внутри вас, понятийной логики, понятийного вот этого мышления нету, то интернет, конечно, в этом плане хорош, если вам нужен ответ здесь и сейчас, но если вы не можете сами как-то ассоциативно, формальной логикой добиться этого ответа, это проблема, это проблема именно как раз-таки, если вы хотите иметь какую-то адаптивную функцию, да, адаптироваться сейчас очень важно в наше время, ну и, конечно, напоследок, я хотел сказать, что я, наверное, бывает гонюсь за вот этим чувством Йеллоустоуна, которое у меня было, когда я жил в национальном парке Йеллоустоун, то есть логос Теда Качинского во мне есть, мне хочется снова побыть в лесу на какое-то время, и помните, что это, наверное, какой-то парадокс, возможно, у меня есть, знаете, самая такая вот проблематичная для меня мысль, это то, что, возможно, я сам стремлюсь к разрушению, вот я вам постоянно говорю про порядок, волю и тому подобное, но, возможно, где-то во мне есть стремление к саморазрушению, потому что, с другой стороны, природа это хаос, это действительно хаос, это не вот это все там хи-хи-ха-ха, цветочки, деревья, нет, там тебя могут убить, там тебя может разорвать на части медведь, медведица особенно может это сделать, гризли, если вы в Йеллоустоуне, когда я работал в Гранд Каньоне, вообще, женщина шла после работы в наушниках, просто ни с чего, олень, рогатый, проткнул ее насквозь, сзади просто побежал и проткнул ее, вот, она выжила, кстати говоря, несмотря на все, и природа это страшно, тоже страшно, очень много чего страшного в этой жизни, но если вам от этого становится лучше, качество вашего ощущения вырастает, то здесь можно тогда уже поспорить, стоит ли жить 70 лет в полумертвом состоянии, постоянно в депрессии, либо прожить 30 лет, но при этом насыщенно, вот, я, наверное, все-таки склоняюсь ко второму варианту, ну, и, наверное, своими действиями я это подтверждаю в каком-то плане, вот, природа в Карелии, конечно же, отличная, у меня не было машины, поэтому я насладиться ей полностью не смог, выйдет, скорее всего, кровлог, и вы поймете, увидите, чем я наслаждался, что я делал, вот, спасибо, что послушали этот подкаст, это был Курокаст номер 59, значит, следующий выпуск будет 60-й выпуск, он, скорее всего, будет уже после большого видео, нового моего, спасибо, что послушали, до скорых встреч, делитесь этим подкастом, подписывайтесь на телеграм-канал, поддерживайте на Boosty, кстати, всем, кто меня поддерживает на Boosty, большое спасибо, за ноябрь увеличились, мои подписчики там, и это действительно приносит иногда мне какую-то радость, когда я покупаю себе хачпури с сыром на ваши донаты, пока! сша, Субтитры сша, пока! Субтитры сша, пока! Субтитры сша, Продолжение следует...